Девушки отдыхают Якобы во имя будущего И забывают, что будущее Это не зало Куда мы, оттерев пыль прошлого И прикрыв за собой двери Перейдем завтра Как в сияющие чертобы Без прошлого Без продолжающейся Животворной памяти Мы там очень скоро сбесимся Нельзя продолжать Новую жизнь Не подобрав пуповину от старой Прошедшего времени Не существует Давайте мы услышим Хотя бы несколько мнений И запишем буквально Словосочетанием Или очень коротким предложением Из двух-трех слов Распутин это для меня главное Что это кто? Нерв эпохи Противник прогресса Противник прогресса Мертвый классик Мертвый классик Писатель, просто писатель Это вот на улице называется Просили, да? Кто такой Распутин? А писатель, ну писатель, да Родная деревня Родная деревня То есть это вы все Вы все оттуда Человек, который Любил свою землю Судья Судья Все? Скажите, пожалуйста Есть ли у нас здесь люди Которые Резко не согласны С одним из этих высказываний? Реалии, о которых он писал К сожалению, от нас ушли То есть мы сейчас Не живем в совсем других реалиях То есть для нас Это человек уже ушедший Это человек предыдущей эпохи И живого там Ну, нужно найти себе силы Чтобы найти там сейчас живое Вот и все Поэтому мертвый классик Родину, как и родителей Не выбирают Она дается нам Вместе с рождением И впитывается с детством Для каждого из нас Это центр земли Первые и самые прочные Представления о добре и зле О красоте и уродстве Мы выносим из нее И всю жизнь затем Соотносим с этими Начальными образами И понятиями Мир делится На тех людей Которые Прочли Достоевского Которые Прочтут Достоевского Которые Никогда Не прочтут Достоевского То же самое Можно сказать И про Распутин Валентин Григорьевич Очень живо Не топорно А очень живо Напоминает Про те традиции Про те устои Которые выработались На этой земле Людьми Которые не просто Эту жизнь знают Которые прошли Огромное количество Трудностей Которых Прожили И это не И самое важное Это не картонные люди Не картонные ситуации Он все-таки Представитель Вот этой почвенной Огромной Эхтонической Удивительной Древней Руси Россия Он оттуда Он еще Застал вот этих Стариков Которые застали Тех стариков Которые До советского Времени Которые жили Ремеслом И жили в 19 веке В начале 20 века Так же как жили В 17 А то и в 15 А то и в 9 Не очень Особенно там Отличался По сути Это быт Прямо говоря Не очень И вот он Он оттуда Он услышал эту речь Эти повадки То есть он У него прямая Прямая связь была Вот с древней Русью Да не побоимся Этого слова Так и скажем С древней русской традицией Была прямая связь Через Вот это Через труд Через людей Через Борщины Старух Через руки Стариков Через все это Я себя старухой не считаю Вот ты да Стариков Тоже Он отбиваться Я ему придвигаюсь Давай ты повернись Сел в печке Ты руку положь на меня Как-то интереснее Да Сиди сиди Положь Вот идиот Слово Расшифруйте Как? Идиот Идиот? Да Не поняла Как расшифруйте Ну вот по букву Это идеальный друг Или отличный товарищ Так он и был идиотом Я уверен, что писателем человека Делает его детство Способность Способность в раннем возрасте Увидеть и почувствовать Все то, что дает ему затем право Взяться за перо Моё детство Прошло в глухой Ангарской деревне В четырёхстах километрах От Иркутска На двух сокровищах Стояла Атолонка На Ангаре И на Тайе И ни того Ни другого Не осталось Кормила эта Ангара Особенно военная Послевоенная Голод Голод же Всё На Ангаре Все питались Рыбу ловили То, чем мог Какие там снасти были Мама садилась в лодку Могла Но они так Не вот натягивали Мама в лодку Садилась грибла А папка по берегу шёл Вот они А потом До какого-то места доходили Вот Мама подплывала К берегу И вот они потом Это всё вытаскивали Ну какая уж там рыба была Такая такая Попадала Но рыба была всякая Постарая Она говорила Очень много было рыбы Рыба была Это Аккуменная Это Не то, что сейчас В болоте В этом Там Таймень Ленок Хариус Илец Налимы Осетры Мальки Вот такие мальки Мы рубашонками Наловим их Тут же на берегу Это Костёр разведём Сковорода какая-то Где-то Кто-то откуда-то принёс Я помню Большую Вот туда Эту рыбу Нечищенную Никакую Ну мальку Чего-то там Чистить там Нечего Нажарим Без соли Ну и какая вкусная Еда была Ангара Ангара Изумрудная наша красавица Ещё и теперь протекающая по моему сердцу Сколь многим она меня напоила и накормила Помню Стою я совсем маленький Должно быть лет четырёх-пяти И во все глаза гляжу Как рассекается синее её полотно на две половины Забрасывая меня острыми холодными брызгами И витает в поднебесе над этими многими водами Чистый и ветхий дух тайны Заставляющий в детском изумлении перед красотой Вопрошать ежедневно и ежечасно Как? Зачем? С каких пор? Откуда это взялось и продолжает браться? Без реки, без Ангары нашей Никто не проживёт А все реки мимо Бога протекают Он в них смотрит И как в зеркало каждого из нас видит Вот когда я познакомился с Валентином Мы обои были маленькие Друг друга мы не знали даже Ну чё, ему было может пять лет, мне шесть вот такие До войны ещё Мы приходим с матерью в магазин, в Сельмак А там привезли велосипед трёхколёсный, детский такие Они с матерью пришли, вперёд купили его Велосипед Я тяну к себе его, он к себе Они же купили Но я смотрю Матеря наши стоят, смеются Ну уговорили меня, что я буду ходить к ним кататься И с тех пор я ходить стал к нему Кататься на велосипеде И мы с ним познакомились И дальше боли начали в школе учиться Он был смиренький Смирный, смирный Вообще был такой смирный Его можно было обижать хоть как Но его никто не обижал никогда Я за него заступался всегда Всегда я это Оторви голова я рос Вообще Такой был дрочун маленький Отлуплю хоть кого Музыка Музыка У нас в деревне была только начальная школа Поэтому, чтобы учиться дальше Мне пришлось снаряжаться из дому За 50 километров в райцентр Учился я хорошо В школу ходил с удовольствием И в деревне признавался за грамотея Писал за старуху И читал письма Перебирал все книжки Которые оказались в нашей неказистой библиотеке Мать Мы жили без отца Жили совсем плохо Наперекор всем несчастьям Собрала меня Хотя до того никто из нашей деревни В районе не учился Дядя Ваня Шофер единственный в колхозе полуторки Привез меня в усюду В райцентр И выгружая мою барахлишко Так и сказал Это я запомнил Мы тебе, парень, не дадим пропасть Купили машину В районе Один колхоз всего Это потом Приходилось пешком ходить А пешком ходить надо было Он с Иваном Егорычем Шофером Брат мой двоюродный Он с ним договорится А ему председатель запретил возить Че? Пассажиров Чужих Если не колхозник, не бери А он уже был не колхозник Вот его не брали Никак Дурость какая была Ну Ребенка не бери А Иван Егорыч Ему и говорит Валя, иди к речке Я тебя посажу Все Он до речки уйдет Ждет там Иван Егорыч на полуторки подъедет Садит его И поехал в седу Сад Олунки приехал Его дядя привез На машине На полуторки Вот Такой вот Худенький, маленький Триковые штанишки Такие На ногах не помню Ну, короче Одеты бедненько Все были Постоянно у него Солома сыпалась Из этих Сзади вот идет И у него Аж вылезут Вылезет стельки И вот Кто Сзади идут ребята И ему наступают На эти И хохочут Такие довольные Ой А я-то Не приглядывалась Че, девчонки мы были И мы че будем приглядываться Кто в чем идет там Пришел он и пришел И слава богу, что пришел Вот Потому что тогда никто не наблюдал Как пришел Че пришел Все были, как говорится Полуголодные Полураздетые Но Мне кажется Ему больше всех было Досталось Че-то я больше не знаю Ребят не было у нас С таких дальних деревень Один он в нашем классе был Нам его всегда всем жалко было Женскому полу Все мы его жалели А эти Ну были такие хулиганы Которые Как говорится Где-то обижали А вон это Покраснеет Отойдет от них Не связывался никогда Ребята где-то вот играют Там то в снежки То там Ну известно Ребята Мальчишки Вот А он всегда в библиотеке Он всегда находил время Вот именно за чтением книг Он не принимал участия Вот мы и готовили в концерты Ну в классе Вот и в ДК потом У нас был это А он нет Он говорит Нет Он в библиотеке Он много читал Вот И мне кажется Даже тогда Он много писал У него четверка была Только по-французскому Он писал сочинения Вот с детских лет Если возьмешь его Что читать То зачитаешься Он как-то писал Что там и птицы Там и небо Там вся природа И море И не то что Эта природа Как-то разговаривает с тобой Все сочинения Какие он писал Были на пятерку Потому что нам Потом их зачитывали Перед всем классом Он учился Он учился Знаете как У Валентина Не было четверок А ты троечник был У меня тройки были Редко четверки Проскакивали Если математика Он идет к доске Все как будто бы По написанному Все написал Как он запоминал Все сразу Мы думали Это будет великий математик Он чуть ли не вперед Учителя Знал все Мы же тогда не знали Что вырастет Такой великий Человек у нас Мальчишка да мальчишка Молотили овес Ну вот Валентин Григорьевич Шел по проуку Спускался к ангаре Вот так вот заглянул Долго стоял Смотрел Щелочку между заборов Ну и говорит Что смотрите-ка Еще по старинке Работайте Вот он любил Смотреть И шел И так внимательно Что-то ему заинтересовало Как мы работали Будь у меня три жизни И пиши я в десять раз быстрей А я всегда писал Медленно То и тогда мне в половину Не выбрать судеб Которые складывались Только в одной нашей деревне Но в этой неказистой деревне Жила часть русского народа Пусть очень малая часть Но той же кости Того же духа Сохранившегося Еще и лучше Чем в людных местах На семи ветрах Ой, ой Сохранившегося Сохранившегося Я его сейчас покажу Это для меня Вот Видите Даже я в рамке храню Это вот его почерк Зрение человека Который От капли Вот От этой маленькой капли От этой маленького иероглифа От этого маленького Какой-то буковки Может видеть Целое Огромное Это и есть Ну Оно Вот даже уже в почерке Он гениален Вот просто он сразу гениален И Это изначально Богом данная гениальность Все лучшее он написал рано Когда мне говорили Вы такой молодой человек Мне тогда было 40 Что-то такое Сколько-то я поставил Последний срок Я говорю Да дело в том Что автору было 35 Когда он написал это Так что он Рядом со мной Тогда был мальчик И откуда ему В его таком возрасте 35-летнем Пришли такие Сакральные мысли Это невозможно Это невозможно Вы найдете Эти описания Как он писал Тот же последний срок Где-то там Когда было много народу Где-то на бревнышке В сарае Как он там написал Это все история Нет и нет И поверишь В то что существует Некий Мир Из которого К нам льется информация Потому что Это как раз тот самый Уединиться И тебе в голову Какой-то луч И ты пишешь А ты всего-навсего Орудие В руках Творца В последнем сроке Ну представьте себе Бабушка умирала Уже умерла Фактически И ожила Это же Это же чудо Она явила чудо Потому что Вот ее вернулись И как это написано Все Это же написано С какой-то С ощущением этого чуда Божественного какого-то Чуть ли не мистического Или как Эдуард Лимонов Сказал о Шолохове Что это проза Написанная за пределами Человеческих возможностей Вот раз Путин Написан за пределами Потому что ты все эти слова знаешь Но его точность Его слух Его зрение Они абсолютные Он каждое слово Ставит на свое место За каждым предложением Идет именно то предложение Которое должно быть Абзац выстроен как абзац Страница как страница И весь текст как текст Он выстроен как Самая лучшая классическая музыка Он выстроен как Ну Как самый Прекрасный храм Как вот то Что Что Строится Не только на рацию Конечно он умел Делать свое дело И понимал как это делается Но Оно строится на Внечеловеческом 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 Первые годы Когда приехал Пятый, шестой, седьмой класс Конечно он ходил Ну кто что даст Ну из дому там Все такое Так а у нас у всех После войны же Все такое Плохонькое Все такое Перешитое Из чего-то Из Из старого Из домашних Вот Ну у меня вот бабушка Например Свои юбки отдавала Перешивала Там что-то переделать У нас У меня с братом Была телогрейка Одна на двоих Он со школы Первую смену Если учится Я во вторую Он с первой смены Идет Пока все катки Не облазят Домой не придет Я опоздаю Обязательно На урок На целый То Матери Скажу Да и учительница Сразу материлась Говорила Учителя по квартирам Ходили Смотрели Все Спрашивали Появлялись Вот такие Учителя У нас появлялись В старой Устьюде И вообще В районе Вот Из-за чего? Из-за того Что у нас В ссылке Был Сталин Иосиф Виссарионович Вот Правда Тогда еще Он не носил Это Прозвище Сталин А он был Обыкновенный Джугашвили Понимаете Люди Хотели сюда ехать Учителя Хотели сюда ехать С удовольствием Ехали сюда Понимаете Вот И поэтому Так получилось Так получилось Что Валентина Григорьевича Воспитывали Люди Свыши Приехавшие С Москвы С Ленинграда Понимаете То есть Это не так просто Вот Какая-то Шла цепочка Вот этих Ну Как бы Ну можно сказать Случайностей Или как ли Хотя из этого Наверное Жизнь состоит Из случайностей Ну вот Не знаю Там была у нас Улица Вот у нас Павеловка А там была Заречная Там было Всего три дома Вот Ну и Валентина Определили туда Ну естественно Там Я не знаю Сколько там Человек у них В семье было По-моему Не много Что-то Трое что ли Детей Ну и однажды Он там Ну а что отправит Ну картошечки отправит Когда Ну хлебокусочек Или что там Отправит Ну у самих Ничего не было Вот Ну и это И он подслушал Однажды разговор Это потом уже Ребята же Рассказали Что говорит Вот Кормить приходится Это А что там Кормить может Нальют молока Стакан И он Ушел оттуда Ушел Оттуда Он Ушел Вот собрал Свою сумочку И ушел Он был Упрямый Растарательный И усидчивый И поэтому Он добился В многих успехов В своей жизни Мы-то каждый день Приходим домой Там мама Кто у нас еще Там папа Дедушка Вот Нам бы не хотело Такого терпения Как он испытывал Он тоже вот Хотел к маме Чтобы она его Пожалела Сейчас еды много И в каждой деревне Магазины есть А тогда Ничего Нет Не было И трудно было Что-то Достать Какую-нибудь еду Что еще? Миша И Черное Да Что еще? Ничего А он А он значит Дрюг в общежитии И когда он спал Вот Ему значит Устраивали Велосипед А велосипед Это Вот между пальцами Втыкаю Вот так На ноге На ноге Делают Пакетик такой Ну как вот Ну подцепучие товары Так бы я показала И Ставят между пальцами Когда человек спит И вот между пальцами А потом зажигает Как он там бедный выживал Я не знаю Как они с этой Что-то С кружечками стояли Вокруг печки Что-то они в этих кружках Варили Мы как-то один раз Забегали туда Посмотрели Думаю Но все равно Мы лучше дома-то живем А здесь была Гора такая За городом Конный двор И там ребята Играли в деньги Вот В деньги играли Но там они ставили И кидали И выигрывали деньги И вот он туда ходил Он выгреет немного Его там тоже били часто Потому что он выиграет немного И уйдет Он играл ни для наживы Ни для чего А рядом он вышел оттуда Там был рынок у нас Базар Продавали Все И молоко Он брал кружку молока Выпивал И шел учиться Но его там избивали Крепко Что ты вроде Как-то выиграл Уходишь Ты должен Играть 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 Не было друзей Не было Он просто был один Вот Так ему было тяжело Видимо А может он так привычный Он ни с кем Не дружил А приедет Он от меня Не уходит Вот Существует приедет Ну и что Наскучились обои И не уходит Потом привез Он шахматы Шахматы Научил играть Бежит И все ко мне сразу Он по-моему У него друзья Были книжки Я говорю Ну с ребятишками С кем дружишь А с кем Дружить Там они вообще Местные Говорят С кем дружить У него видать Столько всего наболело Что он пошел В писатель Свою жизнь Описывать Он же в основном Там Все это пишет Про свою Сторону Уроки французского Если взять Уроки французского Это Лидия Михайловна Молокова Лидия Михайловна Молокова Девичья фамилия у нее Данилова Данилова Вот А приехала она В старую Устюду Вместе с подругой После Ну и тогда По распределению Конечно Отправляли Конечно Недовольна была Она в письмах Это и писала Что она недовольна Что упала в такую Глушь какую-то Непонятную Даниловна Молокова Была посылка Сам он Валентин Григорьевич Говорит Не знает Кого она была То есть А сама Лидия Михайловна Отрицает Нет Я не посылала посылку А вот Видите В рассказе Как что Учительница уехала Уехала На юг И потом послала Вот эти яблоки И он впервые Попробовал Вот эти яблоки Ну это Это может быть И придумано Это не важно Это не важно Не это главное А главное Вот человеческие Вот эти Ну Самоцветы Понимаете Камни Драгоценные камни Вот что интересовало Распутин Валентинович И верно Все меньше поэзии С самого детства Мы отняли у ребенка Тайну Мы сняли с мира Чудо бытия в нем А значит И чудо своего Собственного бытия У нас ребенок Смотрит на вечернюю звезду С мыслью За какое время Можно до нее долететь Он человек другого Духовного вещества Вроде инопланетянина Ему интереснее Заниматься возрождением Жизни на Марсе Чем сохранением ее На земле Женские все-таки Образы Ему больше удались Потому что Потому что В общем-то Он находился Среди женщин Среди женщин Война шла Он среди женщин Он маленький еще совсем Вот Поэтому Вот это Мария Герасимова Бабушка Это целый Ну так же примерно Как для Пушкина Арина Родионовна То же самое Вот Мария Герасимова Для Валентины Григорьевича Это просто Кладезь Вот Народных всех Афоризмов Мироткущая Так издавна Карамыслом И вот ее поставили Туда банщицей Вот вы представьте себе С Ангары Надо было наносить воду Вот она сама воду носила И ребятишки воду носили И дрова кололи И топили Баня какая-то там была У них Два раза В неделю Они топили В пятницу Болжинский день В субботу Был мужской день Играет музыка Охранительность Вот сущность женщины Уют Тепло Ласка Умерение Утоление Милосердие Вот из чего женщина состоит Круг ее забот Но над этим кругом Возвышается еще и купол Выход из мирского В небесное Понимаете Если эти ценности Начинаешь пересказывать То волшебство теряется Это знаете Вот расскажите Почему вам собственно Нравится там вот Не знаю Там стихотворение Есенина Письмо к матери Что там такого Ну там он пишет Письмо к матери И говорит Мама ты не скучай По мне Я к тебе вернусь Ну типа И в чем тут гений Как бы Ну как бы Я тоже могу Такое письмо написать Это осмысление Традиции нашей жизни Устоев ее Это то что сейчас Подвергается Так сказать С сомнением И ведет к гибели просто Оно ведет к гибели Этот миг краткий Конечно он может быть яркий Но он не ведет к будущему Он не ведет к Воссозданию Всеподобных Условно говоря Герой его произведений Абсолютно современный Они не рассказывают О том Что было Так как это притчи И притчевые структуры То допустим Прощание с матерой Будет всегда Вот всегда будет Двор Какой-то В городе В котором вырос человек И в котором будет расти Дерево Береза Под которой он Находился И если ее Будут сносить Эту березу И строить Там другой дом Какой-то На этом месте Люди будут выходить И протестовать Как и происходит Вот в мегаполисе Москва У каждого Есть своя матера Деревня издавна Была хранительницей Моральных устоев Это уклад жизни Язык и вера Вынесенные Из самой земли Вместе с ее солью В послевоенную пору Когда я полностью Вошел в память Вся деревня Жила Одним миром Ели и лебеду И крапиву Бедствую Как и вся Россия Но если приходилось Кому с осиротевшими Ребятишками Хуже всех Несли последнее Это было В заведении Как закон Не хочешь А подчиняйся Раньше совесть Сильно различали Ежели кто норовил Без ее Сразу заметно Все друг у дружки На виду жили Ну вот когда Десятилетние мы Мы уже и На таку В колхозе работали Хлеб Подгребали Где-то Вот это Когда Уборка шла Мы Пололи В полях Нас В школе Отправляли Когда вот Осенью Уборка Все Вот летом Пололи Пололи Там Значит Какие Была Капуста Ну то Что в колхозе Садили Собирали Ребятишек Как-то Как-то дружно Все было Нас там Накормят Ну уж чем Накормят Какую-нибудь Баланду Привезут Кусочек хлеба Нам и то Это было хорошо У нас Семи лет Уже Мы На лошадях Да еще Стараешься Обогнать Кого-то Хорошего Коня Взять Там Узду И Пораньше Прийти Распределят Всем Все Закрепят Выдадут Вот Потом Мы уже Полноправные Хозяева На этой лошади Работаем Жара Эти Пауты Да еще Вот эта Страка Зеленая Это Самая страшная Для лошадей Была И У них Было Место Вот это Упустить В нос Лошадь Самое больное Место И вот Она идет Потом Вот так Буровит И буровит Этим носом То упадет Улетишь С нее Смотришь Те чуть не Затопчут Лошади А надо Вести Жадку Чтоб она Работала Косила Хлеб Поехал Они Жили Про своих Про своих Расскажут Ты про Валентину Расскажут Нет Нас все Интересует Горинсан Но как говорили у нас в деревне Как говорили Баска баяли Вот так и слушал И слушал Так бы пел и пел Из этого глубинного Самотканного Источника Да чего же Звучно И красиво Здесь слово Как радужно Оно Переливается Приобнимается С другими Чтобы сказать Тепло и живо Трепещет Крылышками Взлетает В замысловатых Формах С каких-то Таинственных Гнездовий Почти Песенно Выговаривает Душу Так а у нас У всех Так пошла Поехала Отчет Язык писателя Великого Как только он написал Это произведение Он начинает умирать Потому что Он язык только Этого писателя А никакого другого И Язык Толстого Можно тоже сказать Он умер Потому что Это Язык Аристократа И Читать это Произведение Там вообще Половина на французском Или там Часть на французском Написана Очень Наверное Сложно Сейчас Людям Которые Говорят На Каком-то Суджике Или сленге Понимать Наверное Пушкина Евгения Онегина Уже тяжело Там Не все Понятно Не все Слова Понятны Гоголь О чем Таком Пишет Гоголь Ну так Мы можем Дойти До Ну До того Что вообще Читать ничего Нельзя А когда Ты открываешь Классический Текст Там Рябит От вопросов Бытия Вообще А не Времени Когда это Было Написано Что Нибудь Расшифровалось В отношениях Вырастающего Ребенка И Стареющего Родителя Что-нибудь Изменилось Изменилось Время Изменилась Атмосфера Ничего Не изменилось Каким-то Непостижимым Путем Рвутся Связи Отрываются Эти пуповины Которые были Это Больно Тому От кого Это отрывается Ребенок Это не замечает Потому что Он рвется К какой-то Другой Жизни У него Какая-то Другая Цель Потому что Он растет А другой Умирает И ничего В этой позиции Не изменилось Вот Распутин Это конечно же Ну Это вот Такое Такое Он Для меня Конечно же Планку Задает Совершенно Безупречную И бесконечную Потому что Он не Жонглирует Он не пытается Поразить Он не Бьет на отмыш Образностью Или какими-то Метафорами Это Литература Составленная Из простейших Составляющих Прошу прощения Все понятно Потом Дочитываешь Критики Недоступным Для нашего Осуждения Потому что Оно Заведомо Правильно Короля играет Свитер Валентин Григорьевич Был в самой молодости Своей вознесен На божничку Приколочен Гвоздиками И на этой божничке Он так и оставался В 50 лет Герой соцтруда Член президентского Совета Живой классик Документальные фильмы Юбилейные переиздания Все То есть И он оттуда уйти не мог И мы ничего другого Не увидим Распутин лично Виноват в том Что мы не получили Никаких других писателей В 80-е были писатели В 90-е были писатели Он их всех заслонил Он никому из них развиться не дал Он никому из них Публиковаться в своем журнале Сибирь не дал И все Но Он как раз защищал Те ценности Базовые ценности Русского человека Самая главная ценность Это любовь К родной земле Понимаете К людям Доброта Русская То есть Все основные ценности О которых он говорил Вы про себя говорите А про нас не надо Я никаких его Так называемых ценностей Никому передавать не собираюсь Потому что его ценности Это антисемитизм Агрессия И прочие гадости К которым я не хочу Иметь никакого отношения Это не мое восприятие Вы его не читали Просто-напросто Понимаете Мать Ивана Дочь Ивана Там есть не только Кавказец этот убийца Да который Там есть скинхеды И Валентин Григорьевич Описывает их как героев Понимаете Ребят Которым 282 статья На лбу у каждого написана А они у него герои Вот и все А я был с другой стороны баррикад Вот эта история Которая там описана Я был очевидцем Я был участником И меня должны были бить Эти ребята Герои Валентина Григорьевича Понимаете Как мне к нему относиться Вот как Писать можно о том же самом Да И сейчас пишут о том же самом Но при этом Это должно Это может читаться сейчас Интересно и читаться актуально Это вам его не интересно читать Просто вам не близок этот язык А я читаю и мне интересно Я вот перебирала слова Уже 30 лет перебираю Меня от ногам бьют иногда Я эмоционально Просто как собачка Там стою на ноги Я восхищена просто Я не знаю Это восхищение идет от ума Или от сердца Язык Валентина Григорьевича Распутина Это прекрасные барочные наличники Которые мы видим На иркутских деревянных домах Этим можно любоваться Это можно смаковать В этом даже можно увидеть Всевозможные Мистические и мифологические корни И это правда Но к великому сожалению Язык Распутина Не как язык Пушкина А язык Распутина Сам себя не воспроизведет Должен признаться И я в грехе Было время Когда я смущенный университетом Образованием Стал стыдиться Своего деревенского языка Считать его несовременным Надо было соответствовать Филологической выправке Не показывать себя лаптем Я и не подозревал Каким владел богатством Родовое слово пашет А безродное и беспородное Порожняком бренчит Он презирает своего читателя Потому что он носитель Нравственности, морали, чего угодно А ты вот Я в шестом поколении горожанин Как оказалось Понимаете Вот недавно выяснилось И что мне теперь? Где мне эти корни искать? В какую деревню мне пойти Припасть к роднику? Вот никакой, понимаете? Вот хоть ты убейся У нас нет никакой родной деревни И все И с точки зрения Распутина Я никто Я зро Вот и вся проблема в этом Я не люблю фантазировать Право писателя на вымысел Я использую только для поправок Главное для писателя Человеческий отзыв на человеческую жизнь Право каждой жизни И каждого времени На неиспорченную память Судьба моих односельчан И моей деревни Почти во всех книгах Их, этих судеб Хватило бы еще на многие Почему в основном-то Валентин и отражал В своих произведениях Вот это горе людское Вот это переселение Вот это вот Как люди Как люди это принимали Как это жили Как это Это же Ну только у него можно прочитать Потому что он это все сам пережил Когда читаешь Вот прощание с матерой У Распутина Там действительно Знаете, что Тот, кто это не пережил И тот, кто это всего не увидел Тот, может, не воспринимает Так, как воспринимают Вот Это хуже войны В войне На войне Ну как-то все равно знали Что за правду За народ Наши люди Наши бойцы Воюют Умирают Это вот Людское горе Но оно Как-то Ну принималось-то Вот совсем по-другому Как здесь А здесь-то Все то, что нажито Целыми веками Все уходит под воду Благодаря Кому-то Кто захотел Вот Построить ГЭСы эти Сначала шел разговор Что вот Братскую ГЭС Начинают строить И нас будут переселять И многие народ Да ну Не верили Что Что тут Затопит Да не затопит Ну все Потом Прошли Геодезисты Пробили просеки Где Визирки Что вот до туда Вода дойдет Да ну не может быть Так далеко Что-то А на куда Выйдет Ну тоже Старики Особенно Они бросили Свои дома Они бросили Вообще все Все бросили Что можно было Перевести Вот потому что Затопляли Очень быстро Это люди Люди только успели Дома свои Перевезти Кладбища Перевозили Мы отца тоже Перевозили Вот Иннокентия Иннокентиевича Перевезли Ну кто мог Перевозили Ведь это все Затоплено Поля Поля Да ведь Там у нас Такие хлеба Родили Такие были поля Такое Все затоплено Все это Все привели Не знаю А когда дома Горели Кто мог перевезти Перевозили Ну платили деньги Это же 35 километров Было со старой Ушки До сюда Вот А так вот Дома жгут Стоят Плачут Вот Старики Представьте себе Родовое гнездо Горит На глазах Это же Это же Не знаю Да А там было Какой порядок Ну надо было Лес весь срубить Прямо скажем Лес не успели Его свести Лес Который Хороший Там Строевой Вырубили А все остальное Затопили И так оно Сейчас по Ангаре Если едешь И что эти Торчат Деревья Затопленные Представьте себе Прощается Прощается народ Вот Поставили вот этот шест Черную Черный флаг Черную юбку Ну нет Была флага Естественно Юбку черную И вот эти три Женщины Они у нас Певуньи были Вот И они Пели Вот Вокруг ходили И пели И потом Вот это затопило Я не знаю Кто-то потом Рассказывал Ну тетка Федося же Наверное Соловьева Они последние Выезжали Тетя Аня Раньше выехала Вот И говорит Мы Видели Как уже Вот Подходит вода Они уже На лодках На плотах Ну кто там Это И вот это Наш флаг Говорит Вот уходил Под воду А разговаривают ли Вообще Обсуждают ли Распутина В молодежной среде И для человека Который учится в школе Для школьника Которому Вообще-то Знаете Вот эти проблемы Там с деревнями Бабусечками Они так далеки И как-то ему Вообще-то Фиолетово Ему очень легко Понять Что уроки Французского Это интересно Там вообще-то Молодая учительница Там вообще-то Вровесник А прочитание с матерой Это как до луны Это все чуждо нам Я просто хочу добавить Что Была Не просто горечь А еще Горькая ирония Лично для меня Нац И над людьми Его поколения И над современными Горожанами тоже Совсем маленький Процент Негатива Связан С так называемым Раздражением От Обилия Распутина И вот Я даже использую Слово Навязывание Традиционных Ценностей Это тоже уже Присутствует У молодых Людей Потому что Ну Наверное Это такое Начало усталости Я бы это так Обозначил Пока немного Не стало Ангары Молодой Быстрый Завораживающий В который Я беспрестанно Заглядывался В детстве Теперь она Обузданная Плотинами Изъезженная Распухшая Гнилая Лежит В беспамятстве Теряя Своё имя Гидростанции Превратили Её В разбухшую Ограбленную И даже Опасную Старуху И мы сюда Переехали Мы тоже При лампах Жили Но станцию Сделали Но свет Горел Мама Где-то Например В 12 часов Ночью Выключали 20 часов Гоняем мы свет 20 Сейчас А раньше Раньше Бывало Когда в развал То и 4 часа Горел свет Бензин Керосин Ну это Зимник Начнётся Начнут завозить Работаем Смены Вот мы за ступом Утром Пришли Всё Мне сменщик Докладывает Что там Сделал С двигателем И вот теперь Я хожу Проверяю Приборы У нас до сих пор Керосинки У всех дома есть Потому что Без них нельзя Мало ли что Станция сломалась И мы можем Сидеть без света Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Одно слово. Леспромхоз. Промышленные заготовки леса. Лес вырубать не хлеб сеять. Когда одни и те же работы и заботы из сезона в сезон повторяются, и сколько ни живи, все будет для хлеборобского дела мало. А лес выбрали до нового. Десятки и десятки лет. Выбирают же его при нынешней технике. В годы. А что потом? Собирайся и кочуй, оставив домишки, стайки, баньки, оставив могилы с отцами и матерями и собственные прожитые лета. И вперед! На лесовозах и тракторах. Туда, где лес еще остался. Прости нам, Господи, что слабы мы, непамятливы и разырены душой. С камня не спросится, что камень он. С человека же спросится. Моя аталанка, ставшим поселком, переехав на новое место и переменив образ жизни, осталась глухой. Но не потому, что так и не сумела выдраться из таежных зарослей, а потому, что слишком их вычистила и оказалась никому не нужна. За 50 лет у нас из деревни ничего не получилось. Если пойти по деревне, то даже страшно, то долго не бывает, приезжают. Страшно. На Москву легче доехать, чем на самолет сел и поехал, на поезд сел и поехал. А к нам как попадать? Вот сейчас заканчивается ледовая дорога, где-то в начале апреля, ну, числа до 8 апреля, мы, может быть, еще поездим. А потом лед будет плохой, и мы до той поры, пока лед не разойдется, мы будем сидеть в своей аталанке и выехать мы не сможем. Дорога до той поры будет плохая, все растает, машины будут буксовать. У нас нет дороги. Вообще, у нас просто обыкновенная земля и все. КОНЕЦ 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 Он показывал драматическую ситуацию, связанную с прогрессом. Это не значит, что он его отвергал. Это вот я хорошо помню во время картины, когда мы снимали картину, там был спор между директором плотины и Курбатовым по поводу того, ну, вот нужно ли было строить эту плотину или нет. И тогда вдруг Распутин сказал, что если бы не построили, то нашей бы страны не было. Потому что необходимо было это электричество. Необходимо для того, чтобы создавать какую-то военную промышленность, алюминий нужен был. И он это понимал. Но он разделяет две вещи. Разделял. И вот это нам нужно хорошо понимать. Технический прогресс для того, чтобы часть людей становилась богаче, а другие становились беднее, это он отрицал. Сейчас с тобой поговорим. Значит, мне нужен встроенный шкаф. Вот он выключен. Сейчас я включу, там будет реклама встроенных шкафов. Понимаешь, мы живем в каком-то таком скорости такой, мы уходим от истоков, от себя уходим. А один сказал, мудрец, кто-то из этих таких отцов, типа Анна Златоуста, хотя могу ошибаться. Чем дальше вспять, тем ближе к истине. А прогресс идет не вспять, он идет вперед. Это истинно мы уходим. А кого ты обманываешь? Ты никого не обманываешь, потому что вот она, жизнь, судьба, и воздаяние, возмездие, и награда, все это, ну, это все и сложно, и вместе с тем не так сложно, как ты сам себе объясняешь. Не обманывай сам себя. Это Распутинская. Не обманывай. Не обманывай. Потому что в итоге все равно в ту же землю. Вот в чем заключалась суть. Вот. Я езжу по областным, так сказать, по районам, смотрю, там строится церковь, там строится церковь, а у нас ни хрена не строится. И у меня заява. Я с Валентином Григорьевичем поговорю. Валентин Григорьевич, как вы смотрите? Потому что я знаю, что он советского склада писатель. Вот. Как он на это посмотрит? Пчаков. Он очень одобрил. Денег-то не хватало, люди собирали, жертвовали, жертвовали много. Вот. Валентин Григорьевич поехал в Китай. съездил в Китай. Представляете? А там ставились две его пьесы и еще что-то. И вы представляете, сколько он заработал там гонорара? Вот сколько, думаете, мы, солнышки? Вот. Он зарабатывал триста восемьдесят тысяч. Вот сидим там за столом, он хлопает. Арнест Демитриевич, мой первый в жизни самый крупный гонорар я привез из Китая. О, как хорошо. И все до копеечки отдал. Знаете, на что? На приобретение колоколов. Газета Жимин Жибава главнейшая газета китайских коммунистов из страны напечатала на второй полосе очерк о нашем Распутине, вот когда ему давали этот гонорар. И эту газету я видел сам, и там, по-русски, если перевести заголовок, то он звучал так четко, первый писатель мира. Распутиных мало. И те, которые обижаются, что ее закопали, ну напишите что-нибудь похожее. Ну, она на треть что-нибудь похожее. И поговорим тогда, насколько оно, кто вас закопал, и вот, может, оно так и надо. Он как слова и мысли вот этой земли. Как он может? Он не может устареть. Потому что родители, они, может быть, кажутся архаичными иногда, там, в каком-то возрасте. Но проходит время, и ты начинаешь понимать цену их слов, к чему они ведут. Поэтому, мне кажется, это бесполезно считать Распутина мертвым и, значит, так сказать, отошедшим на какой-то другой план. Ну, бессмысленно. Все эти блогеры, все эти модные барышни, которые ведут там разнообразные колонки, ну, это ничего не остается от этого. Потом, ты остаешься на дне со своим ребенком, матерью, жизнью, родиной, отечеством и смертью. Вот ты с этим остаешься, а не вот с этой вот всей фигней. И там, вот там есть Распутин, вот именно там он и есть, и ты к нему придешь. Ну, либо ты придешь просто своими шагами, либо придешь опосредованно. И всегда, пока есть русский язык, пока есть наше отечество, пока есть родина, география, конечно же, будем обращаться к этим книгам. Мы будем все время думать о том, что написал Распутин. А вот это все суетное уйдет, уйдет во всем, в кино, в литературе. Просто его не будет. Как сейчас мы не знаем тех кучу мусорных писателей, которые писали во времена Достоевского, например. Мы их не знаем. Мы знаем Достоевского. Вот так же и будет с Распутиным. Достоевского. Распутиным. 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 Может, зачтется нам где-нибудь, когда-нибудь. Пусть. Я смею надеяться, что и герои моих книг еще не настолько ослабли, чтобы не сказать слов в поддержку. Для сострадания и любви, для сладких слез, утоляющих скорбь, прошедшего времени не существует. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok